книга открытым оком тема старообрядцы том 12 вопрос 2626 вы говорили что ушедшие к старообрядцам со злословием на вас ваши бывшие прихожане должны быть известны тем кому они ушли как же это сделать и для чего отвечает игнарий тихонович лапкин чтобы нас не обвиняли что кота в мешке им подсунули на днях наши братья отнесли священнику вот такую бумагу настоятелю храма покрова божией матери русская православная старообрядческая церкви белокринского согласия отцу николе думнову от братьев крестовозвиженской общины города барнаула рпцз епископ евтихий обращение обращаемся к вам отче с разъяснением сложившихся ситуаций связи с переходом к вам в церковь бывших членов нашей общины волкова вячеслава с женой анна и детьми и шинко романа с женой аленой и чадом дело в том что они пришли к вам не потому что в полноте разделяют вашу старообрядческую позицию то есть согласные со всеми вашими мнениями отличными от новообрядческих например шинко роман считает равноспасительным или не влияющим на спасение способ сложения перстов считают равными для спасения старые новые обряды считают равнозначными для спасения души написание в имени господа двух или одной буквы и то есть для них нет разницы в словах иисус и иисус а также шинко не считает за священное предание правила стоглавого собора и ограничивает понятие священного предания только семью вселенскими и девятью поместными соборами и правилами святых отец возможно также и другие разногласия со старообрядческим учением в которых они укорененные и они еще пока их не понимают или не сознаются из этого видно что они не старообрядцы а высказывают в частности эти перечисленные мнения которые присущи нашей общине рпцз наша община настоятель иаким лапкин очень лояльна и доброжелательно относится к белокринитской церкви рпсц считая ее истинной церковью христовой со спасительными и благодатными таинствами и с благодатной иерархией священства это доказывает переход к вам нашей сестры анастасии косолаевой которую которую мы мирно отпустили из нашей общины выйти замуж за вашего старообрядца истинные же причины ухода из нашей общины этих бывших лже братьев мы видим в другом а именно страшная самость без совете непослушание более опытным и старшим отцам и братьям дерзкое поведение которое лицемерно выдается за дерзновение и ревность по бозе стремление всех и вся поучать обличать отыскивать мнимые беззакония и нарушения несмотря на авторитеты возраст священный сан при этом не имея ни личного опыта христианской жизни не необходимых и глубоких познаний и ведения далее не любовь к наставлениям старших и обиды когда их назидают в вере например уж им к их ребенок миша ведет себя как ненормальные дебильные или бесноватый все время кричит не плачет и дома и в церкви на богослужение они постоянно обижались на то когда им указывали братья и сестры что ребенок ведет себя ведет себя как беснующийся они стали его прятать не приводить в церковь а потом отдали в детсад вячеслав же постоянно искушается на глупостях и хвалится этим это только совершенно незначительные примеры а их масса на замечание могут страшно нахамить священнику при всем собрании связи с этим очень мы хотим вас предупредить что эти люди ушли не от нашей общины и наши взглядов а хотят убежать от самих себя не желая принять в наставление своей неправильной жизни и покаяться в своих тайных грехах мы предполагаем что эти беспокойные совести люди также будут вести себя и у вас церкви и обязательно будут выискивать в вашей среде беззакония чтобы начать вас получать и исправлять лишь бы только самим не исправляться обращаемся к вам потому что мы очень хорошо и долгое время знаем этих дерзких лжебратьев и заботясь о спасении их душ хотим помочь вам направить их к исправлению а также предупредить расколы и разногласия в вашей среде которые могут возникнуть от их деятельности но говоря искренне мы не верим в их исправление и думая что они похулив и вас бросят указав на якобы беззаконие в вашей церкви первое послание и она 2 глава 19 стих они вышли от нас но не были наши ибо если бы они были наши то оставались бы с нами но они вышли и через то открылась что не все наши третье послание она 1 глава 10 стих посему если я приду то напомню о делах которые он делает понося нас злыми словами и недовольствуясь темы и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви очень разрешите нам разъяснить переход этих семей на собрание в вашей церкви помоги вам господи с уважением братья крестовозыженской общины русской православной церкви за границей телефон 24 38 46 дебунов и в третьяков и в 4 января 2005 год для всех стать всем себя не унижая талант нечеловеческого сорта все для спасения не здешним урожаем пропишется в раю не будет стертым задача высеять евангельские строки расположить к принятию чьи талона сверх послушания свое нести оброком доколе слышащих к словам христа приклонит по мелочи что различает часто не ставить в угловую угла пристройки заметить когда дуб начнет качаться помочь и подрубить его по кромке до сердцевины и сразу не достать обрядность не ахает не возвысить не спорить о молениях и постах когда у собеседника синдром зажатой крысы умела из подваль указывать на крест не тот что на груди в кругу могил а на голгофский где от наших зверств сын божий чашу смертную испил себя приходится не раз переломить внимательно прислушаться к чужому но на голгофу протянувший нить туда тащить свой крест весьма тяжелый для всех ты свой укрыт одним смирением не извлекая второстепенной пользы не допускай присеяний трений среди козлов сам часто будешь козлик вину умерших предков несогласных сумей пригладить и не оскорбить и для своих не стать не быть соблазном хотя от гнева и в глаза хребит я не спроста об этом говорю талант мне этот с первых дней достался благовествовать пришлось среди попов варюк и страшно вымолвить среди старобрядцев 9 февраля 2005 год Игнатий Лапкин